Привет! Это снова Сергей Черняков и Берлина Мубилин. Я открываю сегодня, 3 сентября 2022 года, новую рубрику «Новости отопления». Вы знаете, что в связи с агрессией Российской Федерации против Украины Германия в конце концов лишилась российского газа и, скорее всего, зимой возможны какие-то сложности с отоплением. Поэтому немецкое правительство пытается как-то среагировать и пока принят первый пакет, обязующий в этом случае только частные квартиры и общественные помещения, государственные общественные помещения, как-то реагировать. Давайте разберемся в порядку. Первое, очень простое, что касается вас, частников. Прежде всего, пока решено, что частные собственники, частные квартировладельцы не имеют права с 1 сентября 2022 года, уже 3 дня, отапливать частные бассейны. То есть, пользоваться частными бассейнами можно, отапливать их нельзя. Второе, частники обязуются раз в год, пока непонятно как, раз в год подвергать свои тепловые установки в квартирах, в домах проверке на эффективность. Пока неизвестно, кто получает право этой проверки, кто обязуется эту проверку проводить, но такое обязательство уже есть. Собственно говоря, это все касательно частников. По поводу частных фирм, пока решение никого не принято, но есть решение касательно общественных помещений, государственных, городских, земельных. Общественные помещения, дома нельзя освещать, а свет внутри них или наружная реклама должны отключаться после 22 часов вечера и включать их можно только после 6 часов вечера. Обогревать общественные помещения можно только максимум до температуры в 19 градусов. Раньше минимальная температура была 20, теперь максимальная 19. И нельзя нагревать горячую воду. То есть, грубо говоря, в муниципалитете, когда вы захотите воспользоваться туалетом, там помыть руки, вода будет только холодная. И запрещено отапливать вспомогательные помещения. То есть, те комнаты, где будут вестись прием публики, будут отапливаться. Вспомогательные помещения, складские помещения, например, отапливаться не будут. Это все на сегодня. Оставайтесь с нами, задавайте вопросы. Сергей Черняк, Берлина Мобилин. Пока.